Время выпускных экзаменов давно прошло, но их эхо по-прежнему иногда раздается в опустевших кабинетах школ. С этого года у выпускников была возможность пересдать один из предметов ЕГЭ в том случае, если они не удовлетворены результатами первой попытки. Лев Попов как раз из таких ребят. К заслуженным стабалам по истории ученик 16-й гимназии упорно двигался многие годы. Всё началось ещё в детстве. Историю, наверное, в первый раз я заинтересовался где-то в пятом классе. Мне нравились всякие исторические факты, исторические фильмы. Кроме кинематографа, маленького Лёву восхищали комиксы про викингов, рыцарей, пиратов и самураев. Став немного старше, он с большим азартом взялся за монографии и научные статьи. К экзаменам меня готовили в школе, классный руководитель по совместительству Александр Александрович. И ещё я готовился на курсах в интернете. Там был замечательный куратор Лена и сам преподаватель, который записывал лекции, он, получается, вёл вебинары. Карина тоже, вот им тоже большое спасибо. Первый раз ЕГЭ по истории Лев сдавал вместе со всеми в начале лета. Результат в размере 82 баллов его не устроил. Попытав силы дважды, настойчивый ученик набрал уже 97 баллов. Оставшиеся три очка удалось отвоевать в ходе апелляции. По словам выпускника, секрет его успеха – это гибкое мышление и нежелание останавливаться на достигнутом. История – это вообще не даты, это сами события, их причины и последствия. Вот это основное, что нужно знать. Впереди Льва ожидает множество открытых дверей. Самое сложное теперь – это выбрать правильный университет. Расскажи о своих дальнейших планах. Куда ты планируешь поступать сейчас? Ну, пока что я подал… Я не могу прямо сказать, какой именно конкретный вопрос я пойду. Я подал в НФ-5, я подавал в МГУ. Но туда я сдавал дополнительные вступительные экзамены. И я там не прохожу, мне там не хватает низких баллов. Там, потому что проходной балл 380, у меня не набирается столько. Еще я подал в Ранхикс, вот туда, наверное, это мой второй приоритет. Ну, то есть после МГУ был. Поэтому мы сейчас уже первый. Дальше еще МГЛУ, это Московский государственный лингвистический университет. Туда можно, хочу попробовать подать. РГГУ еще я подал. И в РУДН. Несмотря на искреннюю любовь к истории, победитель не спешит выбирать сугубо академическую карьеру. Если повезет, совсем скоро Лев станет лингвистом или даже дипломатом. Какие планы на дальнейшую жизнь? Хочешь ли ты стать профессиональным историком? Ну, профессиональным историком, конечно, сильно, но думаю, навряд ли. Думаю, дальше изучать историю, ну, больше на таком любительском уровне. А профессиональным прям историком, я думаю, я не буду становиться. Просто даже несколько интересных языков. Вот я вот хочу, международные отношения я везде подавал. Лев Попов – лишь один из примеров находчивости матищинских выпускников. Сила духа вкупе с жаждой знаний позволяют нашим землякам достигать поистине невероятных результатов. Главное – это верить в себя и ни за что не сдаваться после первых ошибок. В общей сложности городской округ может похвастаться 30-ю стабальниками. Еще двое матищинцев являются мультибальниками, то есть имеют максимальный результат сразу по двум дисциплинам. Евгений Ощепков, Александр Соломкин, Первый Матищинский.